Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мне было очень приятно, что очень многие зрительницы под видео, где я написала, точнее, где я рассказала, чему мы можем с вами научиться у итальянок, чему я сама научилась у итальянок. Я рассказывала о том спокойствии, с которым реагируют не только итальянки, но и итальянцы вообще на какие-то ситуации в жизни, например, ситуации на дороге, которые случаются очень часто. И по осени я тоже вставляла очень интересный эпизод, который случился со мной на дороге. Я, как всегда, куда-то торопилась, и на дороге стал разворачиваться трактор. И вот я была первая, за мной было еще с десяток машин. Мы все стали ждать, когда же этот трактор развернется. И в том видео я сказала, мы, в общем-то, все понимали, что мы в этой очереди на то, чтобы проехать, оказались людьми, которые очутились не в том месте, не в то время, потому что мы все стояли и ждали. И было остальное очень много комментариев действительно о том, что да, это черта, которую многие хотели бы научиться, которые считают, что действительно нужно этой чертой овладеть. И в этом видео я расскажу вам о ситуации, которая раз и навсегда научила меня быть очень и очень терпеливым человеком. И об этой ситуации я вспомнила благодаря другому комментарию, оставленной зрительнице. Она написала мне, Яна, а не кажется ли вам, не задумывались ли вы о том, что когда вы попадаете на дороге, допустим, в пробку, внезапно вы должны пропустить пешехода, который образовался из ниоткуда, либо вообще группу пешеходов. И если перед вами останавливается машина, как было в моем случае, из которой, точнее, выходят пассажиры, начинают, допустим, долго прощаться, здороваться, не считаете ли вы, что вот эта задержка, она не случайна, она, возможно, убережет вас от какой-то аварии, от какого-то неприятного случая в дальнейшем, просто потому что вы не будете форсировать события, задержитесь, и таким образом все будет развиваться в вашу сторону. Могу сказать, я никогда на канале этот аспект своей жизни не затрагивала, но я человек, который очень верит в знаки, который их видит и научился, как мне кажется, их слушать, научился их читать, и сегодня я расскажу как раз-таки вот о подобной ситуации. Мы должны были поехать в Милан, точнее, в Милан должна была поехать только я, и тогда Габрюшечка был маленьким, Данечка только родился, и мы имели двоих младших детей, которые не ходят в детский сад, и, соответственно, мой муж предложил довезти меня до Бадуи, чтобы я не ехала на автобусе, и тоже, опять же, с автобусом была какая-то ситуация, то ли нужно было очень долго ждать, если взять автобус, если сесть на автобус и доехать, то ли наоборот, тут прямо-таки рисковать, что ты можешь не опоздать, если автобус, если автобус, как это случается с любым транспортным средством, попадет в утреннюю пробку. Было принято решение, что мы с утра все быстро, все вчетвером, Егор уходит в школу, мы вчетвером собираемся, и, соответственно, ребята довозят меня до станции, и потом я благополучно еду в Милан, мне нужно было в консульство. Кто ездит в консульство, знает, что это очень важно, потому что тебе дают один день, который ты бронируешь за какие-нибудь хорошие 3 месяца, еще платишь за это денежку, какую-то пошлину, я уж не знаю, кому мы ее платим. То есть все было достаточно серьезно, на этот поезд мне нельзя было опоздать, также и потому что это билеты, которые ты покупаешь конкретно на этот поезд. То есть на поезд на час позже ты сесть не можешь, и купить, скорее всего, на час позже билеты тоже день в день, прямо-таки за час до отправки будет крайне-крайне сложно. В итоге все было очень важно, и мы с детьми, что называется, припозднились, но это было предсказуемо, несмотря на то, что мы заложились на некое опоздание, мы выехали поздно, встретили некий трафик на дороге, и, в общем-то, в определенный момент я понимаю, что мы опаздываем. И я говорю своему мужу, слушай, давай ехать вот так, как мы едем, потому что на самом деле это вопрос вот каких-нибудь 5 минут. Приедем на 5 минут раньше я успею, приедем на 5 минут позже я не успею сесть. Но чтобы не попасть в аварию, чтобы не нажить себе еще больших проблем, пусть наша большая проблема будет то, что просто мы опознаем к этому поезду, а там уже, возможно, я либо сяду на другой, если будут билеты, либо, ну, как есть, пропущу и поеду в другой день. И, соответственно, мы принимаем решение ехать достаточно спокойно, не форсируя события, не перестраиваясь из одного ряда в другой, также потому что мы везем двоих маленьких детей. И в определенный момент на нашем пути начинают встречаться пешеходы. И я говорю своему мужу, слушай, давай их от греха подальше пропускать, потому что пешеходы очень часто переходят дорогу как будто бы с закрытыми глазами. Они вот знают, что их должны пропустить, и часто они даже не смотрят налево от себя, слева от себя, что там происходит, видит ли водитель приближающейся машиной тебя, либо нет. Вот пешеходы на самом деле переходят как будто бы вслепую. И я говорю, слушай, давай их всех пропускать. И в определенный момент мы встречаем пешехода, это папа с маленьким ребенком, и они на велосипеде. Папа спешивается, и мы пропускаем этого родителя на велосипеде. Ребенок сидит на велосипеде, и в определенный момент я поднимаю, и я даже мужу говорю, ну все, все, сейчас вы точно опоздали, потому что уже невозможно было успеть. И в определенный момент ребенок смотрит на меня. Вот это на самом деле я не придумываю, эта ситуация, которая случилась со мной в жизни, произошла. Он смотрит на меня, и вот делает мне вот такой жест рукой. Ребенок был маленьким, он был на 3 или 4 года, то есть он как будто бы помахал мне рукой, но он смотрел именно на меня. Он не смотрел на кого-то, он на меня смотрел, и чуть-чуть мне улыбнулся, как умеют делать дети. Мы их пропускаем, машина трогается, и я говорю, мужа, ты знаешь, я точно знаю, что сколько бы мы сейчас ни ехали, я успею на этот поезд. Мой муж говорит, почему? А он знает, что я верю в знаки, и он, в общем-то, тоже стал очень внимательно относиться к тому, что вокруг себя вижу я, и вокруг нашей семьи, что вижу я. Он, на самом деле, стал верить в то, что я ему иногда рассказываю. Соответственно, я ему говорю, ты знаешь, вот мы успеем. Он говорит, ну ладно, в шутку говорит мне, мы можем и дальше всех пропускать. Я говорю, да, можешь всех пропускать, я успею на поезд. Но больше, возможно, пешеходов нам не встречается, возможно, я об этом и не помню, потому что для меня это был совершенно точно 100% знак. Что вы думаете? Мы приезжаем минута в минуту, и я бегу на поезд, прощаюсь с детьми, они высаживают меня прямо-таки рядом со станцией. Именно этот поезд, это случилось со мной раз в жизни, хотя я достаточно часто езжу на поездах, именно этот поезд задержался на перроне. И, возможно, я бы не успела, потому что, повторюсь, мы приехали минута в минуту. Но, опять же, кто ездил поездами, знает, что иногда вот эти полминуты, они для тебя решающие. Если ты не успела запрыгнуть за эти полминуты, значит, ты не успела запрыгнуть. А если успела, то успела. И, соответственно, этот поезд задерживают, потому что накануне стало кому-то плохо, и нужно было человека госпитализировать, и ждали прибытия кареты скорой помощи. И когда я села в поезд, мы прождали еще, наверное, минут 10, мы не трогались, потому что, да, поезд не мог поехать, пока мы ожидали скорую помощь. И, конечно же, конечно же, здесь можно сказать, Яна, а, возможно, никому-то бы и не стало плохо в этом поезде, а, возможно, ты бы и так успела, если бы даже этого ребенка вы не пропустили. Опять же, здесь тоже очень важно понимать, я успела, а я в это верю, что мы всех пропустили, включая эту семью с ребенком, точнее, папу с ребенком. Потому что кто-то может сказать, если бы ты его не пропустила, вы бы его не пропустили, вы бы все равно успели на поезд, потому что поезд потом еще 10 минут стоял. Но вот я свято верю в то, что действительно определенные знаки нам даны не случайно. Я свято верю в то, что если бы конкретно этого родителя, а там такая тоже была ситуация, что мы могли проехать, но мы не стали. Именно потому что это был родитель с ребенком, они были на велосипеде. И, конечно же, можно думать, что я бы все равно успела, и это никак не связано, и этот знак, что ребенок на меня посмотрел и помахал мне рукой, это, в общем-то, и не знак, а просто совпадение. Но поверьте мне, дорогие зрители, я и так верю всегда, что что-то не случайно. Вот если на моей дороге что-то начинает происходить, я взяла в пример дорогу, но это могут быть самые разные ситуации, которые именно в повседневной жизни со мной происходят, и с вами наверняка. Я в определенный момент начинаю видеть в этом не случайность некоторую, некие знаки и некоторую подсказку, если хотите. И вот этот случай, который произошел, наверное, уже года 4 назад, как будет, да, Данечке скоро 4 года, наверное, это было где-то 3,5 года назад, этот случай запомнился мне на всю жизнь. Теперь, что бы ни происходило со мной на дороге, так это точно, когда я за рулем, либо когда мой муж за рулем, я знаю, что действительно все, что не происходит, все к лучшему. И в Италии, кстати, существует тоже поговорка «все, что не происходит, все к лучшему, все, что не случается, все к лучшему». И я на самом деле надеюсь, что многие из вас, кто хотят обладать вот таким спокойствием, развить себе эту черту, могу совершенно точно сказать, что это очень и очень успешно и достаточно быстро можно сделать. И хочу также сказать, что очень часто мне пишут, Яна, нельзя подавлять в себе негативные эмоции, но я могу сказать, что в определенных аспектах своей жизни, в определенных восприятиях тех или иных ситуаций я достигла такого самоощущения, самосознания, если хотите, что я даже не раздражаюсь. Вот на самом деле определенные вещи, они не вызывают у меня, ну просто никакой даже минимальной негативной реакции. И я совершенно точно могу сказать, что то, что происходит с нами на дороге, когда мы куда-то торопимся, куда-то спешим, а перед нами останавливается машина, начинает долго высаживать пешехода в неположенном месте, либо просто, как я описывала ситуацию, начинают люди здороваться, один переходил дорогу, другой сидел за рулем, они сто лет не виделись и, конечно же, решили обсудить все свои дела, которые произошли за последние годы. Я могу сказать, что я совершенно точно, спокойно к этому отношусь. Эти ситуации меня совершенно не раздражают, потому что я всегда о себе говорю и уже много раз убеждалась в своей жизни, что все, что не происходит, действительно к лучшему. Желаю вам такого подхода в жизни, если он вам необходим, если вы хотите, что называется, этот подход в себе развить, это совершенно точно можно сделать. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Он спит. Спит? Спасибо, у нас вообще. Он не убегает. Ну, ты ему нравишься, он не убегает, поэтому. Он не боится твоей большой палки. Ну, он не боится твоей большой палки. Он помнит, что ты ему кушать даешь всегда. Помнит. Помнит, конечно. Но у него хорошая память. У тебя тоже хорошая память? Да. У тебя.